Переходим к обсуждению, начало нашего информационно-аналитического обещания, как всегда, с оперативной обстановки в Театре военных действий на фронтах. Виктор Ягун, генерал-майор запаса, СБУ, замглавы СБУ 2014-2015 годов. У нас с вами на связи. Виктор, здравствуйте. Павел, простите, мне почему-то... Да, Павел, простите, я вас не... Да, Артем, спасибо большое, что важно мне написал. Это я сейчас со своим редактором говорю. Чтобы наши зрители просто понимали. Павел, к Театру военных действий, пожалуйста. Давайте, наверное, с обстрелов начнем. Вот эти вот обстрелы, которые, ну, скажем так, таких по центру, по Киеву давно не было, по Киевской области. Ну, недели полторы мы более-менее спокойно себя ощущали. И вот она опять прилетела. Это что, для чего, какова цель? Ну, давно может это показаться издалека. Для нас оно совсем недавно прилетало. И как не только киевляне, многие украинцы говорят, знаете, иногда... Давно не было обстрелов, что-то тревожно. Так и происходит. Ну, реально, вы практически все перечислили. Давно не прилетала с Беларуси, вот прилетела с Беларуси. Хорошо, что не все ракеты долетели до своих целей. Ежедневно прилетает на Николаев, ежедневно прилетает на Харькова. Тут только Николаеву бомбили зенитными ракетами с трехсотки. Теперь уже и по Харькову прилетают с трехсотки. А давайте поясним нашим зрителям, что означает обстрел наземных целей с зенитными орудиями. Это что? Почему? Нехватка ракет, земля, земля? Ну, скорее всего, это... Я не исключаю, что может быть и нехватка ракет. Но на самом деле заменить зенитные ракеты и ракету, которая предназначена для уничтожения каких-то наземных объектов, невозможно. Потому что у них разные головки. Б-головка, они совсем разные. У тех фугасная, которая предназначена для разбивания там стен, зданий, грубо говоря. А у зенитных ракет это шрапнельная, осколочно-фугасная, дистанционного взрыва она так называется. Это фактически, это боевая головка, которая состоит из шрапнели, которая взрывается в воздухе. Ну, для того, чтобы сбить самолет, который при непрямом попадании, грубо говоря. Если эту боеголовку применять, эти ракеты применять по наземным целям, они минимальный урон нанесут зданиям, объектам. Но при этом после разрыва в воздухе это облако поражающих элементов, шрапнели, убивает очень и калечит очень много людей. И похоже, что это основная цель, с которой россияне начали применять еще и такой варварский вид бомбардировок по Украине. Я предлагаю перейти уже к театру боевых действий, что происходит у нас, ну давайте так же, наверное, с севера, на севере, то есть с белорусской границы, что происходит, кроме того, что пролетели ракеты. Ну, на белорусской границе у нас стабильно без изменений, так скажем, да. Белорусы продолжают концентрироваться у границ с Украиной под видом мучений. И продолжается с белорусской стороны такая неопределенность. Будут они нападать, пытаться напасть на Украину, не будут пытаться напасть на Украину. Но при этом провокации, ну, сегодняшний обстрел, хотя это были задействованы не белорусские военно-воздушные силы, а российские, но с белорусской территории. И провокации продолжаются, мы ждем возможного развития, негативного развития событий. Кстати, да, простите, я хотел нашим зрителям напомнить, что у нас есть опрос на YouTube-канале, на нашем канале «Утро февраля» в чате, поэтому заходите. И опрос у нас как раз сегодня связан с теми обстрелами, которые сегодня произошли. Итак, должны ли украинцы уничтожить военные объекты на территории Российской Федерации и Белоруссии? Варианты ответа – да, но важно не навредить мирным. Да, война есть война, нет, за этим последует эскалация, и последний вариант ответа – их там нет. Еще раз, должны ли украинцы уничтожить военные объекты на территории Российской Федерации и Белоруссии? Да, но важно не навредить мирным. Да, война есть война, нет, за этим последует эскалация, их там нет. Вы сами бы как ответили? Я как раз к этому и шел, потому что ситуация, похожая ситуация сейчас с Белорусской на Северо-Востоке, на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине, естественно, где россияне через границу осуществляют удары, ракетные удары, системы залпового огня, артиллерийские удары по нашим населенным пунктам, бомбят Харьков. Я буквально вчера говорил с одной солидной, немолодой женщиной из Харькова, которая, удивитесь, завидовала Николаевцам. Почему? Она говорила, вы понимаете, ну Николаев бомбят так, как и нас. Но когда бомбят Николаевцев, я понимаю, что за это ответ дадут вооруженные силы Украины. На каждую ракету прилетят там Хаймарсы, бахнут три семерки по Оркам. А нам что делать? По нам стреляют с территории России, и мы сидим и просто ждем. Вот, я думаю... Так может быть все-таки... Да, может быть все-таки они начнут чаще курить там, просто как-то давненько хлопков не было слышно про хлопки. Я думаю, что, во-первых, скорее всего... Ну, в Украине назначен буквально два дня назад новый командующий силами специальных операций. Я не знаю, какие последуют организационные изменения в действиях наших СССР. Я, конечно, не говорю о применении наших спецназовцев на территории Российской Федерации, но все может быть. Окей, смотрите, давайте перейдем тогда на Донецкое направление, на Донбасское. Россияне, вероятно, не могут провести только две значительные наступательные операции в Украине. На Северск и на Бахмут в Донецкой области, сообщает одно из информационных агентств. Как вы считаете, реальны эти наступления? Или все-таки, как говорит тот же Арестович, цитирую, россияне уже вышли на плато своих возможностей? Ну, это информагентство цитирует институт изучения войны. Ведение войны, да, да, да. Вашингтонский, знаете, иногда я соглашаюсь с их выводами, иногда не соглашаюсь, но это скорее определяется тем, что мы по-разному подразумеваем. Мы пользуемся несколько разной терминологией. Когда ЕСВ говорит о двух значительных операциях, то две значительные операции, это может быть две операции оперативного уровня. А взятие Бахмута, это безусловно, если так это произойдет, или Славянска, то это все-таки тактический успех будет для россиян. И да, я думаю, у них даже больше возможностей при определенном стечении обстоятельств россияне смогут взять и славянский Бахмут, выйти на прямую линию нашей обороны Краматорского вниз, которая построена, и там их остановят. Но сейчас при определенных обстоятельствах это вполне возможно. Но сейчас русские стоят на шпагате, и для наступления даже тактического на Востоке им необходимы резервы, и для сдерживания наступления Украины на юге им необходимы резервы. А резервы у них нет изграничных. Да, была информация о том, опять же я цитирую того же Алистовича, что россияне перекидывают с изюмского направления части на запорожское и херсонские направления, очень боятся контрнаступления, особенно в Херсоне. Там непонятно, каким образом они перегоняют с уничтожением Антоновского моста, непонятно, как они там имеют возможность перекидывать живую силу и технику, но при этом с изюмского. Изюмская это же ударная группировка достаточно у россиян. Вы так несколько узко посмотрели. Херсонское направление, если Арестович имел в виду, то это примерно так, как оценивает генеральный штаб. Это вся линия обороны в Херсонской области, не только правобережный Херсонский плацдарм. А то есть еще и левый берег, конечно, считают. Севернее на этом направлении, на Херсонское направление перебрасывается достаточно много войск. Сейчас россиян с востока, через Мариуполь движутся войска. Есть большая вероятность, что десантными кораблями будут с Крыма доставлять на Бердянск или Мариуполь. Силы войска. И вполне возможно, что осуществляется переброска с северной группировки. Но фактически это такой длинный крюк. Но железная дорога через Купянск, территорию Российской Федерации, это не быстро. Но переброска такая вполне возможна. Но не обнажают ли они такие? Да, они таким образом не обнажают. Да, кстати, они такие. Ну просто я... Поставляют фланги из Умской группировки, которые уже был каменотесы достаточно долго и достаточно упорно. В принципе, вот те темпы, тот характер наступления, который сейчас происходит на Востоке, свидетельствует, на мой взгляд, о том, что россияне не определились, что им делать дальше. Что им дороже, Херсон, либо полноценно взять Донецкую область? Смотрите, поскольку мы заговорили о том, что будут возможно перебрасывать десантными кораблями на Бердянск и Мариуполь, оккупированные по Азовскому морю из Крыма, что и может ли им противостоять ракеты дальнего действия? Обе партии Конгресса США, Демократическая и Республиканская, поддерживают передачу Украине ракет большой дальности, заявила демократ Элиса Слоткин. Эти ракеты могут стрелять системами огня «Хаймерс» и подобными. Вот это решение Конгресса поддержки, это еще не окончательно решение руководства США, это мы понимаем, но тем не менее, как вы считаете, появление в украинской армии, украинских военных, вот этих вот ракет, насколько сильно изменит обстановку, если просто «Хаймерс» 80 километров, уже реально очень сильно меняют и по факту остановили наступление, то есть темпы наступления. Я подойду с другой немножко стороны. Хорошо. Украинцы давно, ну относительно давно и настойчиво просят у Штатов предоставить пакеты для «Хаймерсов» именно с тактической ракетой, на что президент Байден сказал, что по его мнению передавать в Украине такие ракеты нецелесообразно, потому что Штаты поддерживают Украину, но боятся Третьей мировой войны. Это о чем? Говорит о том, что разведка США доносит именно такую реакцию до президента, реакцию российской стороны о том, что россияне это считают сейчас такой красной линией, которую американцы пока перейти не решаются. И если ракеты все-таки к нам поступят на вооружение, то это произойдет на них в ближайшие месяцы. Ну смотрите, просто я пытаюсь анализировать то, что происходило до этого. Начало вторжения Украина имела только лишь по факту партизанское вооружение, которое предоставлялось. То это были дживелины, это были стингеры, это оружие реально партизанское для пехоты, которым можно было уничтожать технику, но в рамках обороны, когда нет возможности контрнаступать. Про «Хаймерсы» даже близко речи не шло, говорили нет-нет-нет, ни в коем случае. Вот появились «Хаймерсы», появились ракеты с дальностью 80 километров высокой точности, и М7777, которые по факту это тоже высокоточные гаубицы, но высокоточные, по сути работающие как «Хаймерсы». Ну вот ближайшие сроки это сколько? Я думаю, что месяц-два мы можем видеть перспективу более-менее четкую по поставкам вооружения, которые уже согласованы и будут передаваться точно. По всему остальному надо, просто загадывать нет смысла. Я думаю, что в конце концов Украина получит и тактические ракеты, и авиацию. И в принципе тогда, прежде чем придут к нам «Тамберболты» или «Ф-16», тоже будет большая дискуссия, можно ли поставлять истребители, можно ли поставлять самолеты с ракетами «Воздух-Земля». А вы для наших зрителей можете пояснить разницу между МиГ-29 и «Ф-16»? Вот чтобы просто наш зритель, ну в рамках того, что возможно сказать, чтобы наш зритель понимал, существенна ли эта разница, ну ибо для большинства, что это самолет, что это самолет, что это вроде современный, что это современный. Ну, не совсем так, МиГ-29 постарше будет. Не, ну объясните, пожалуйста, кроме возраста. Ну, первое и самое принципиальное отличие, в принципе, не только МиГ-29, и Су-27, и Су-30, от тех же «Ф-16», «Ф-15», «Ф-15», «Ф-16», «ИСу-27», «Миг-29» это немножко разного класса по весу, грубо говоря, самолеты. Ну, основное различие между нашими и американскими самолетами, да, даже я так скажу, не американскими, там, «Ф-22», «Ф-35», а европейскими. На самом деле «Ф-16» это уже, как бы, европейский самолет вообще принятый. Это их авионика. Авионика – это средство управления самолетом, управления оружием от летчика, средство связи с землей, средство управления оружием. И если МиГ-29 или Су-27, или российские, это те же самолеты, которые у нас летают сейчас, они управляются с земли, им дает наведение земля, определяет район, определяет задачи, летчик выполняет эти задачи, так скажем, вмешиваясь по мере своих сил в характер выполнения этих задач. Конечно. «Ф-16» и подобные им самолеты дают полную картину поля боя летчику, и в результате он получает полную инициативу ведения войны и применения оружия. То есть он работает как… Летчик становится королем в воздухе. Прекрасно. Спасибо большое, Павел. Павел Лакийчук, военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21 века», был с нами на связи, обсуждали оперативную обстановку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова